Сегодня ввысь над городом Екатеринбургом взметнулся еще один отливающий золотом величественный православный крест. Его, а также красивейший купол, обрел один из самых старых храмов города, главный соборный храм мужского креста Воздвиженского монастыря. Такое событие, конечно же, праздники не только отдельно взятого православного прихода, но и всей епархии. Поэтому нет ничего удивительного, что осветить купол и храм приехал сам архиепископ Екатеринбургский Верхотурский в Пекине. Именно великим постом, крестопоклонную неделю и на крестовозвиженском соборе, храме возникается крест, купол. Крест для нас это великая святыня и в то же время является великой силой божественной. Крестом Господь победил зло и мы надеемся, что с возведением еще одного креста на храме Божьем, Господь пошлет еще больше милости и благословения на наши труды. Возведение креста над крестовозвиженским храмом в крестопоклонную неделю событие не только радостное, но и чрезвычайно ответственное. Потому монтаж конструкции был доверен людям, чье мастерство не вызывает сомнения. Фирма Мантех уже не раз работала в Екатеринбургской епархии, а потому ее крановщикам и монтажникам нет смысла объяснять, насколько ответственно должно быть выполнено задание. Для поднятия купола был доставлен 75-тонный автокран Като, который едва уместился в церковном дворике. Купол диаметром более 3 метров весит около 2 тонн. Для 75-тонника пустяк, но сложность в том, что поднимать его надо было на самом кончике стрелы на высоту 37 метров, при этом не оцарапав и не помяв довольно тонкое покрытие. Тоже впоследствии было сделано и с крестом. Кстати, посложившиеся в последнее время традиции и луковка, и крест были покрыты сталью, обработанной нитритом титана. На удаление этот материал почти неотличим от сусального золота и способен сохранять блеск до полувека. И все-таки это не золото. Владыка Викентий в беседе с журналистом посетовал, что в Центральной Руси купола, как и в Старе, покрывают золотом, а на Урале где-то золото добывают. Блеск приходится имитировать. Ведь даже один такой крест стоит порядка 300 тысяч рублей. Во сколько же обойдется восстановление всего храма? Да, есть проблема, конечно, большая. Если бы у нас были достаточно доброкотов или спонсоров, как мы сейчас выражаемся, которые могли бы нам помочь, чтобы быстрее реставрировать этот храм, конечно, было бы очень хорошо. А так приходится потихонечку находить малые и скудные средства для того, чтобы привести в порядок вот этот храм. Даже если благотворители не найдутся, епархия своими силами восстановит эту церковь, лишь только закончит работы в Троицком кафедральном соборе. И этот маленький храм станет одним из украшений нашего города. Уже сейчас с луковкой и крестом на ярко-голубом небе он затмил даже более высокие дома в округе.